Словосочетание «цифровая экономика» в этом году самое популярное. Создаются стратегии умных городов, цифровизации предприятий. В апреле этого года Мегафон и правительство Чувашии договорились о совместной работе в развитии высоких технологий. Один из проектов цифровизации системы автоинформирования и обработки информации от компании Минта и Мегафон. Искусственный интеллект на базе услуги Мультифон Бизнес. Этот проект стал одним из тех, благодаря которым Чебоксары становятся умным городом. Здравствуйте, меня зовут Светлана, я с отдела по работе с клиентами компании Мегафон. Скажите, как я могу к вам обращаться? Робот вместо кадровика. Главное преимущество искусственного интеллекта – возможность вести осмысленную беседу с клиентами. Цифровая экономика активно входит в повседневную жизнь. Работу человека начинает выполнять машина, и это дает возможность компаниям развиваться, расширять свой бизнес в цифровом пространстве, принимать оперативные решения и онлайн регулировать бизнес-процессы, увеличивая в одно нажатие доходы и оптимизируя расходы. Для сегодняшнего бизнеса неотъемлемой частью в развитии стали IP-телефония и виртуальная АТС, которые очень востребованы, и за последний год подключение этих услуг в Чуваши выросло в три раза. Интеллектуальный автоинформатор, разработанный компанией Минты из Новочебоксарска, может как отвечать на вызовы, так и совершать исходящие звонки по заданным номерам. Может совершать более ста звонков по одной линии благодаря виртуальной АТС от Мегафона в комплекте с услугой «Мультифон Бизнес». Заказчик оплачивает настройку услуги и стоимость вызовов не более двух рублей за минуту, а технические работы от Минты по сопровождению проекта идут бонусом. Мы предлагаем клиентам несколько вариантов взаимодействия. Это прием звонков клиентов для решения простейших вопросов. Все эти вопросы решает наш робот, понимая человеческую речь и принимая решения по ходу разговора с абонентом. Также это прием показаний счетчиков от населения. Абонент передает цифры, а система с ним общается и записывает данные. Оповещение о задолженности, ремонтных работах, проверке приборов учета, опросы о качестве обслуживания. Искусственный интеллект можно применять в различных сферах. При этом все разговоры записываются. Сегодня у новочебоксарского стартапа более 80 клиентов по всей России и даже в Республике Казахстан есть планы выхода на рынок Европы.